Здравствуйте, я Алексей Коноплюв, это программа репортера. Как обычно, у нас необычная новость. Самарский пенсионер собирается открыть у себя дома музей своего же имени. Эдуард Янчевский в своей 80 с небольшим лет активно продолжает заниматься спортом. На днях он стал победителем Паралимпийского фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья. Причем выиграл в дисциплине, в которой даже не собирался принимать участие. Как раскрыть свои возможности и чем помогает спортсмену Владимир Маяковский? Смотрим. Один из стареньких самарских спортивных залов. Тренажеры, снаряды, которые держали удары сотни и тысячи учеников. В своей 80 с небольшим Эдуард Янчевский тоже в каком-то роде ученик. Продолжает раскрывать свой потенциал. Чемпион мира Кассиус Лейк порхал, как бабочка, танцевал и жалел, как оса. Эдуард Яныч тоже умеет любить. Очень хорошо. Ручки выше. Забавы ради и интереса для пенсионер. Янчевский для себя твердо решил быть всегда и у всех на виду. Несколько лет назад врачи-офтальмологи предупредили, есть проблемы с сетчаткой глаза. Зрение стало ухудшаться и, возможно, пропало бы вовсе, если бы не его упорный характер. Уже больше 10 лет он успешно занимается настольным теннисом и занимает все возможные места на соревнованиях ветеранов. Да он меня обыгрывает всегда, на ночь. Нет, тихонечко так. Недавно спортсмен сам себя удивил. Его попросили выступить на Паралимпийском фестивале для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но внезапно выяснилось, член команды, который должен был играть в дартс, не приехал. Вызвался помочь Эдуард Янчевский. До этого он не то что не тренировался ни разу в жизни не играл в дартс. Беру раз и вот так. У меня какая-то амплитуда выработалась. Вот так вот смотрю, вот одна траектория. Ну, покидал я. Так, подходим мы туда вместе, да, сколько очков. Он говорит, вот так смотрит на меня, говорит, слушайте, 160 очков. Его 160 так никто и не смог перещеголять в результате первое место на Паралимпийском фестивале для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но он уверен, его возможности никак не ограничены. Спортсмен-любитель за свою жизнь ничего только не попробовал. Занимался греко-римской борьбой, легкой атлетикой, металл ядро, бегал и прыгал в длину. Но учителем физкультуры, как мечтал, не стал. Не взяли в институт. Ну, в связи с тем, что мама купила новые эти тапочки, и я, когда тренировался, натер себе пятки. И мне так было больно, мозоли бы. И, в общем, я плохо пробежал 100 метров за счет. Небольшой дом в историческом центре города на нескольких квадратных метрах квартиры музея его имени. Экспозиция, которая постоянно пополняется. Десятки грамот и дипломов за спортивные достижения. Особенно дорогие сердцу экспонаты не под стеклом в углу, аккуратно спрятаны мячи. Вот эти вот все спортивные принадлежности, волейбольный мяч, баскетбольный мяч. Я всем это, знаете, я вам скажу, что я когда-то играл все это, но не очень может быть серьезно. Еще одна большая любовь, так же горячо, как к спорту. Эдуард Янчевский привязан к лирике Владимира Маяковского. Он сходу может прочитать практически все произведения поэта. На всех фотографиях Янчевский читает его стихи. А еще он занимается бальными танцами. А еще поет. А еще это все про него. Пенсионер с активной жизненной позиции объясняет. Хочет увидеть и почувствовать побольше. Ведь жизнь – это так интересно. Простите меня, товарищ Костров, с присущей душевной ширью, что часть на Париже отпущенных стров на лирику я растранжирю. Ну вот что можно сказать. Занимайтесь спортом. Это все на сегодня. Увидимся в эфире и на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния». Всего доброго. До встречи.